Всем привет, ребята! С вами Нюкем! И послушайте, какая идея пришла ко мне в голову, пока я убирался в своём гараже. Да, это вот такой вот у меня гараж. Сейчас лучше закрыть дверь, чтобы никто не видел. Это чё ж такое? Убирался, значит, в своём гараже, модернизировал его, хотел сделать ремонт. И так мне стало всё это в лом делать. Так лень! Это ж сколько тут работы! Что пришла в мою голову одна мысль, одна идейка такая шальная. А чего бы мне, не сделать своего собственного клона, а? Ребят, всем привет, у меня важная новость. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Я говорю про новую версию игры Epic Mine. Три причины скачать её прямо сейчас. Сражение на кирках с другими игроками. Такого ещё никогда и нигде не было. Эволюция факела. Теперь освещать шахту можно даже летающими черепами. В заброшенных шахтах теперь можно встретить призраков. Скачивай игру прямо сейчас по ссылке в описании, и добавляй меня в друзья прямо в игре. Мой ник Нюкемплей. А потому что, если нанимать людей, рабочих, то им надо платить. Они могут уволиться. Они могут накосячить. А кто может сделать мой гараж лучше, чем я сам? Вот именно, никто. И поэтому, я думаю, надо сделать своего клона, и он будет всё за меня делать. Да, и вот я по-быстрому сделал уже машину для клонирования. Сейчас вам покажу. Вот это мой тайный подвал. Не пугайтесь, что так темно. Сейчас включу свет. Ничего страшного здесь нету. Вот, как красиво. Ну, красиво быть, да? На самом деле, нет. Согласен с вами, некрасиво. Потому что всё тут пока что из глины, из камня. В общем, не презентабельно. Девушку сюда на свидание не приведёшь. Это точно. Ну, как раз таки, для этих зацелей мне и нужен мой клон. Потому что, вы представляете, какой тут объём работ. Это ж сколько надо недель тут торчать, чтобы всё тут модернизировать. Ах, капец. Ладно. Скоро моим мучениям придёт конец. Потому что я уже создал установку для клонирования. И для этого я должен показать вам свои телепорты. Вот один. И вот второй. Вы меня спросите. Люким, а какие нафиг телепорты? При чём тут они вообще? Я вам скажу, что... Подождите, подождите. Не спешите. Сейчас всё объясню. Дело в том, что я уже вторую неделю экспериментирую с феноменом телепортации. И уже много-много что в нём понял. И сейчас вам всё расскажу. Потому что там, на самом деле, ничего сложного нет. Дело в том, что когда мы телепортируемся, допустим, из этой установки в эту, то что происходит? Здесь мы исчезаем. А здесь появляемся. Собственно, а чё я вам рассказываю? Давайте я вам лучше покажу всё. Всё лучше покажу. Так. Надо их для начала запитать. Так. Берём кабель высоковольтный. Так, так, так. И протягиваем. Протягиваем его от моего мега-мощного трансформатора. Так. Да, трансформатор исправен. Теперь протягиваем кабель. Вот так, по полу. Видите, какой толстый кабель? Просто-таки жирнющий. Это потому что напряжение. Напряжение очень высокое. И высокая сила тока. Так, кабель провели. Теперь подаём энергию. Опа. О, видали? Да? Экран загорелся. Лампочки заморгали. Освещение на месте. Теперь надо запитать второй. Ну, это уже для нас не сложно, потому что мы уже всё умеем. Тянем, тянем, тянем наш кабель. Прямо-таки к нашему порту питания. И врубаем рубильник. Всё. Заработало. Теперь проверяем. Да, всё нормально. Так, выставляем напряжение побольше. Здесь тоже. И давайте мы с вами вместе телепортнёмся. Допустим, из красного в синий. Заходим, заходим в нашу кабинку телепорта. И жмём кнопку старт. Всё. Готово, ребята? Ух, это на самом деле очень волнительно. Очень страшно. Ё-моё. Пошло. Опа. Видали, да? Видали? Я был там, а оказался здесь. Ух, как круто. Ух, как круто. Как круто. Ну всё. Теперь самое главное. Ребята, как сделать своего собственного клона? На самом деле всё это пока что гипотеза. Потому что я решил провести сам эксперимент под запись. Чтобы вы сами первые всё увидели. Итак, фишка в том, что я поставлю специальное устройство. Сейчас я его достану из сундука. Так, и пульт управления от него. И поставлю его я прямо вот сюда. Прямо за синий телепорт. Так. И включим его. Оп, всё, включили. И теперь оно вносит небольшие корректировочки в нашу систему телепортации. Теперь, когда я телепортируюсь из синего телепорта. То я появляюсь в красном. Но при этом не исчезая из синего. И на свете появляются одновременно. Две идеальные копии Нюхела. А? Ну как, волнительно, да? Ух. На самом деле, капец, как волнительно. Потому что мало ли что пойдёт не так. Ну ладно, на самом деле, я подготовился чуть больше, чем вы знаете. Поэтому устроим вам небольшой сюрприз. Готовы? Готовы. Ух, ни пуха, ни пера. Погнали. Ух. Страшно-то как. Капец, как страшно. О, ё-моё. Получилось? Или нет? О, смотрите. Это я. Да. Получилось. Круто. Это я. Теперь ты клон. Это чё, это я клон? Это ты клон? Нет, я Нюхим. Это я Нюхим. Так, стоп, стоп. Не-не-не, не надо. А теперь? А теперь ты всё понял? Блин, хитрый гад. Но подожди. Не надо меня убивать, ладно? Я могу пригодиться. Да, конечно, ты пригодишься. Я ж тебя для этого и создавал. Да и вообще, блин. Тут пистолет не нужен. Ну, в общем, ладно, я просто объясню нашим зрителям. Хорошо, ты не серчай. Ребята, у меня ещё есть пульт Пульсара. И если товарищ Нюхим, вернее, клон Нюхима, я нажму на этот пульт, то ты исчезнешь. Понятно? Понятно, понятно. Ну чё ты сейчас сразу жестишь-то, блин? Ладно, давай договоримся. Ну, хорошо, договоримся. Короче, ты уже знаешь, да, для чего я тебя создал? Мне лень чинить этот гараж. Мне лень чинить гараж наверху. Так что, давай, Нюхим, за работу. А чё это за работу? Лень, говоришь? Так мне тоже лень. Подожди, как ты тебе лень? Ну как-как? Я ж твой клон. Мне тоже впадло. И вообще, это ты мой клон, понял? А ну-ка, разговорщики! Нифига не клон, это ты клон. Ладно, и хватит болтать. Ну, полез наверх. Ладно, ладно. Видишь, раскомандовался. В своём-то доме, блин, мог бы и повежливее. Давай, блин, залезай. Ух, ребята. Классно я его, да, подловил. На самом деле, я понимаю, что это такой же Нюхим, как и я. Просто ящик с пистолетом был только у одного телепорта. В общем, у кого пистолет, тот и Нюхим. Ну чего, чего стоишь? Давай, убирайся. Ну чего убираться? Может это, покатаемся? Я так кататься больше люблю, чем убираться. Ну, подожди, подожди, подожди. Давай сначала поработаем, а потом же покатаемся, хорошо? Хорошо, хорошо. Только вот мой Авентадор, ясно? Нет, Авентадор мой! Вон ты на Порше. Ну блин, ведь зелёный мой любимый. Так и мой тоже любимый. Ну ладно. Так чё делать-то? Чё делать по гаражу? Как чё делать? Ну, не знаю. Как думаешь? Я тоже не знаю. Хм. Ну, давай начнём. Давай начнём с чего бы, с чего бы. Материал надо купить. А, согласен. Вот правильно. И в кого ты такой умный? В кого, в кого? В идиоту, в одного. Ты это, сам на себя не ругайся, понял? И вообще, я тебя так путать буду. Давай-ка мы тебя, знаешь что? Что? Нет, 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 нет. Ни за что. Даже не думай. Я знаю, о чём ты подумал. Я знаю, о чём ты подумал. Я ни за что не буду. Ни за что не буду. Ни за что не будешь. А ну-ка, живо. Живо в комнату. Сам знаешь, где лежит эта футболка. Чтобы отдел быстро, понял? А то как нажму на кнопку. Ох, ребята. Я кое-что придумал. И сейчас вам будет очень легко нас различать. Ну чё, ты там уже оделся? Нет, подожди, блин. Опа. Ха, а ничего. А мне идёт. Ну, вообще, да, мне тоже понравилось. Ну вот, видишь? Идеально. Ладно, идеально, идеально. Да всё-таки красный лучше. Да нормально, синий тоже хорош. Так, 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 так. Давайте-ка, давайте-ка подумаем. Что бы нам сделать? Угу. Во-первых... Ну-ка, спускайся вниз. Я хочу её вниз. Сам спускайся. Спускайся. Кому сказал, блин, спускайся? Ай. Нормальный хозяин. Такую погоду, блин. Собаку в гараж не запустит. А ты, блин, самого себя попёр. Ну-ка, не жалуйся. Я вообще-то знаю, как тебе тяжело. Как никто... Никто... Как никто другой знаю. Чего? Чего? Хе-хе. Да, там только обойма осталась. Я... Ты думал, я такой тупой? Но если я такой тупой, то и ты тоже тупой. Ладно. Всё, давай. Не серчай. Я думаю, ты пока тут маленько посидишь. Освоишься хорошо. В принципе, ты тут и так уже всё знаешь. И, слушай. Генератор барахлил. Ладно. Почини, хорошо? Я тебе инструменты скину. Ну всё. Давай. Ты куда? Ты куда? Как куда? На Вентадоре кататься. Давай. Не болей. И это. Ну, я... Я люблю тебя. Ты... Ты... Ты это знай. Я долго не задержусь, хорошо? Сейчас. Буквально мигом. Ух, ребята. Теперь у меня есть свой клон. Это так круто. На самом деле и волнительно тоже. Но я думаю, мы с ним сможем дружиться. Ещё бы. Мы знаем о друг друге буквально-таки всё. И... Хм... Я думаю, лучше не показывать его людям. А то мало ли чего они подумают. Короче. Давайте, пишите в комментариях идеи, что мне делать со своим клоном. И самое интересное я реализую. Но, разумеется, блин, никакой шести, блин. Потому что он мне. Как брат. Поэтому только по лайту, хорошо? Максимум там, не знаю... Вещи ему купить. Машину сделать. Не более того. Всё, давайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!